друзья еще раз всем привет сегодня мы говорим о том что наливают это что пьют но до того как налить и выпить его надо вырастить и сварить да всем привет сегодня я хочу немножко рассказать по поводу такого вида эля как грюйт грюйт был известен по некоторым источникам начиная чуть ли не с восьмого века об этом нам говорят некоторые данные но не напрямую грюйт назывался грюйтом а скорее описываются его эффекты как вино не всегда было виноградом так и пиво не всегда содержало хмель солод и воду хмель солод и воду начал канонический набор для пива начал примерно с начала шестнадцатого века до были приняты стандартные законы о пивоварении а до этого в пиво могло быть замешана куча всяких трав включая ягод вообще это веселое пойло которое к пиву в принципе никакого отношения не имела то главное чтобы бродила главное что бродила да с дрожжами у нас были знакомы еще во времена которые которые борода такая вот красивая вот эти шумеры шумеры дикими дрожжами однако так и уже тогда они принципе имели их обуздать и что-то там такое прекрасное и вкусное варить что же такое грюйд чем отличается от обычного от обычного в принципе то есть давайте разделять сразу есть пиво его содержатся три компонента а есть эль который может содержать в себе ягоды коренья то есть вы пьете имбирное какое-нибудь пиво вы пьете и на самом деле имбирный эль как вот сейчас есть современные виды всякие вот современное пивоварение и вообще сейчас уже очень много возрождается и всяких интересных пивоваренных культур в принципе мы пьем всегда эль то есть пиво она всегда стандарт если по золотой стандарт то же самое и грюйд основным дошедшим до нас компоненты которые вот были обязательно это был тысячелистник это был восковница и мир болот иногда еще говорят что был вереск какая часть вереска нам неизвестно потому что отчасти вереск может быть или соцветия или прямо стебельки стебельки причем могут содержать в себе некие глициногенные вещества а ну и конечно же полы да и конечно же полы полынь у нас как известно более 15 видов полынь существует из них несколько тоже довольно сильно стимулируют эндорфин и человеке кухаешь и радуешься и в принципе а когда грюйд повсеместно начали заменять пиво а это случилось концу 15 века современники начали писать о том что ранее то что они подавали в таверне веселила их и заставляла а кровь быстрее пить течь и всяческие им было весело то теперь после принятия того что они варят становится горько кислый поутру голова болит и лицо отекает мы не можем знать какой же это был химический состав но по описанию мы можем догадываться что это плохо сваренное пиво когда мы сейчас покупаем бодяженное пиво из некачественной воды или она не дошло до конца процесс ферментации у нас на утро лица шариком глаза отекли сегодня с утра это у многих и да сегодня с утра вот мы наблюдали последствия типичного типичного да вот поэтому этот тот момент реконструкции когда мы действительно можем его струю струю химический состав по просто внешним отзывам то есть это вот мы сравнили не знаю как визуальная реконструкция да соответственно как готовится грюйт грюйт и готовится в принципе также то есть имеется солод когда готовится солод просто вместо хмеля в начале кипячения солода добавляется некоторое количество этой грюйт смеси грюйт всегда поставлялась смесями его так называли грюйт такой порох она же смесь он уже микс вот такой или в середине или в конце если добавлять грюйт в начале очень много то он будет очень сильно горчи если добавлять грюйт смесь большую количество порции в конце то он больше уйдет в ароматику потому что длительное варенье очень ярко выражается в полынь полынь дает основной горечь если слегка накипятить это дело то будет больше ароматики потому что больше раскроется не полынь а остальные травы в которых эфиры более легкие и они соответственно намного проще отдают кто у нас читал парфюмера я думаю все читали парфюмер или смотрели парфюмеры в принципе там показ очень хорошо показан процесс вот изторгания эфирных масел из каких-либо природных компаний вот тут здесь арганик тоже из органики да а а после варенья долгий ли процесс оставивания как и пиво как и эль подается всегда разделяется на вот только что свежее и или по созревшие пиво то есть сейчас то пиво который тот эль который мы приготовили он созревший канонично то есть он семь дней он ферментировался после того как он перестал дрожжи в нем жить мы его поставили на карбонизацию так сказать чтобы там было большее количество пен и то это от несколько отличения от того что пили они скорее всего они пили пиво пиво вообще без пен потому что сварили сварили подождали пока она настоится потом перелили в какие-то бочки по бочки это вообще отдельный разговор там никто не делал отдельный пивных почек какие бочки они использовали вообще другая история вот и поставили его дозревать вот я немножко длился смотри поставили вот дозревать и поставили дозревать но пиво да как пили его и не дозревшим и дозревшим почему у нас могли градусная разница градусная разница в принципе есть потому что после карбонизации если сейчас допустим вот мы свалили пиво она семь дней условно отбродила и мы добавили туда мед добавили сахара и он начал газироваться меда добавляют много могли добавлять могли то есть его не обязательно нет 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 на самом деле нам интересует исключительно сахара которые были в этом меде но даже мед давал некоторые градус севухи поэтому от этого могла болеть голова и я думаю они так не делают да скорее всего она по вкусоматике и по ощущению было как выдохшиеся пиво но с несколько своеобразным вкусом то есть когда мы пьем пиво наливаем его пена такая не было я раствор не делали вот это нет она была скорее всего выдохшись и такая немножечко мутная жижа потому что конечно же они не оставили его в какие-то холодильники потому что в холодильнике она осветляется они могли может поставить в подвал но если они уставили прям хороший подвал где была температура 78 градусов да хорошо она осветляла все остальное пиво было мутное и того значит мы получаем эль мутный эль довольно жиденький эль имеется на самом деле серьезный градус потому что с дрожжами они работали в принципе очень хорошо дрожжи были достаточно видов и дикие и одомашненные и в общем там все хорошо конечно и уже были не хлебопекарные дрожжи отмечается что были отдельные дрожжевые культуры которые были готовились в монастыря говорилось есть мнение что оно было и в средние века но первое упоминание относится уже к 16-17 веку когда во фландрии есть появляются вот так называемый топорсти бир такое это своеобразное голландское пиво вот которая сейчас вот снова в голландии снова приобретает моду сейчас в принципе и нагрюйта вернулась мода уж старый уже надоело да старый уже надоело вообще бельгийский пивоваренье оно очень такое что же касается исторического аспекта варенье грюйта во фландрии во фландрии все хорошо с сельским хозяйством есть классные города вокруг городов есть борьба с морем уже начиная с какого века мы начинаем бороться с морем с 13-14 с 12 века боремся морем и расчищаем поля под зерно поэтому зерно проблем нет есть проблемы с хмелем потому что хмель выращивается в основном только у монастырей а пиво варят городах и хорошо когда пиво поставляет хмель поставляется в города чтобы варить пиво но его в меньшей меньшем количестве монахи прекрасно знали про свойства хмеля и в медицинских трактатах есть рецепты хмелевой воды когда просто хмель берут воду варят ее и она а получает некие обезжираживающие эффекты то же самое кстати в грюйте за меня имеет роль и тысячелистника тысячелистник тоже обладает некими обезжираживающими эффект не в таких масштабах чтобы это можно было остановить какую-то чуму но какой-то немецкий святой кстати очень сильно настаивал на том чтобы пить очень много хмеля а пить очень много хмелевой воды и пиво и таким образом в его городе в каком-то там его приходе чума была не очень сильно потому что люди всячески обезжирались получали витаминчик и очень были довольно обособлены от внешних угроз а если говорить о хмеле вот просто чтобы люди понимали другая нам надо сварить 100 литров пива какой объем хмеля нам необходимо вырастить и переработать и собрать на самом деле очень немного но опять же это зависит от хмеля и опять зависит и от его времени когда планируется варить потому что есть пиво ранее а есть пиво грубо говоря зимнее пиво весеннее хмель можно который поступаю позарив возревает в основном сентябре это зеленый хмель он тоже содержит лупулин и там очень много еще своих эфирных масел он самый ядреный слышали про октябрь эль все ну такая поговорка октябрьские 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 и принципе воспит но сейчас он очень редко используется как терминах это пиво сделано из зеленого свежего хмеля с большими такими желтыми точками лупулина вот это хмеля он очень горький он очень терпкий у него своя вкусоматика а потом хмель сушится и уже варится в течение всей зимы и весны сколько нужно хмеля чтобы сварить пиво в принципе на 20 литров пиво нужно примерно 20 грамм хмеля 20 то есть на сотку нам нужно примерно 100 до примерно 100 примерно 100 хмели можно там мешать миксовать зависимости того какие у них свойства но это сейчас уже абсолютно современная тогда это не было просто хмель и хмель взяли пошли причем очень часто я так подозреваю городской пиво варилось вообще из дикого лесного хмеля который рос в лесах прекрасно по всей европе и оккультуривался исключительно монаха абсолютно по-разному пахнет это все-таки лоза поэтому он как растет так и получает хотя надо отметить то что допустим если есть сам популярный в россии это чувашский хмель такой хмель чувашский которого делается жигулевское пиво если вы пойдете в чуваши какие-нибудь найдете там леса исходите в леса и найдете там хмель он будет точно такой же дикий или не дикий потому что он получит примерно то же самое количество света воды и получит примерно такую же дозу влажности давайте поговорим тогда части реконструкции именно хмеля окей мы хотим не покупать хмель хотим его выращивать насколько возможность есть просто на слабаемом участке вырастить хмель элементарно это абсолютно несложно можно взять действительно пойти в лес взять банально этого дикого хмеля посадить его у себя и просто начать за ним ухаживать это как яблони которые можно пересадить из леса и привить то же самое хмель его можно пересадить и оккультурить смотри у вас на фарпосте проходил эксперимент по выращиванию расскажи подробно от и до у нас получилось да у нас был у нас по сейчас посажено несколько чувашских сортов и несколько диких лесных сортов мы проводили провели эксперимент сколько ты кустик сарал сейчас у нас по четыре каждого по четыре у нас 8 глобальных кустов мы их высаживаем как и в общем-то указано на средневековая точка на длинные шесты то есть принципе технологии выращивания хмеля она не изменилась она как вот на самых ранних гравюрах 15 века на этих длинных шестах и он по ним прям бьется так и в современных хмели таких вот фермах где они растут на огромных шестах просто сейчас они на металлических фермах чтобы было удобно наклонить снять всю эту лозу и обстричь все эти шишечки мы выращиваем их просто вот там вот на домике садовода у нас есть как-то нет нет абсолютно не ухаживает абсолютно неприхотливое растение я скажу больше она довольно агрессивная она сорная она давит сорняки она то тот хмель который у нас растет и рядом с дом начинает пролезать сквозь крышу и если за ним не ухаживать он прям может реально прорастать внутрь дома очень агрессивная очень сфорное растение она может все засорить долгоносик живет наш хмель пожрал долгоносика так отлично отлично план хорошо пробовал варить из выращенного пробовали в зависимости от количества солнца соответственно и хмель набирает необходимое количество эфира альфа кислоты в том году когда мы говорили его было недостаточно поэтому пиво получилось довольно блеклое градус низкий дело не в градусе именно вкусоматик градус это не хмель градус это солод и дрожжи и сахара в хмеле нет сахара то есть хмель влияет на вкусоматику поэтому сейчас мы вы поняли что тестовым путем мы поняли что хмель нужно просто класть или больше или варить варить дольше когда мы будем просто класть его больше смотрю в процессе варки дома есть вообще какие-то такие глобальные сложности для того чтобы сварить пиво дома варить или не варить 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 но очень обязательно открывать окна потому что запах очень специфический то есть реально пахнет горьким горьким горечи вот этого гореть классическая горечью хмели горечью пиво пахнет на всю квартиру на весь дом на несколько этажей и если соседи думал что там зал кашлят а тусует очень как туда варить можно разумеется варить надо при свете дня потому что нужно видеть что ты варишь нужно смотреть как ведет себя хмель когда вот эти вот шишечки они начинают расходиться и превращаться совсем соперки надо выбирать кстати возможно именно поэтому был запрет на вареньях пиво панель по ночам как что-то не всю да и все начали его начало до него запрещали варить потому что пиво могло банально просто быть сварено неверно где-то передержали где-то не держали очень много скорее кстати так и получалось именно за счет этого и до нас дошли очень разные сорта самый известный вот сорт который до нас дошел из средневековья например раухбир это копченое пиво которое очень обладает своеобразным копченым вкусом прям очень прекрасно по легенде человек из то ли гамбурга то ли бранденбурга амбар его сгорел где он хранил солод и соответственно немножечко обуглилось у него все зерно но поскольку он был очень бедный он решил сварить на последнее из-за горения так сказать деревянных стен и переборок все зерно пропиталась копотью гарью вот эти вот копчененьким вкусом копчено смоленистым вкусом но он взял и вот его использовал в качестве солода и получилось пиво которое очень зашло людям и они вот до сих пор вот варят вот это пиво прикольно слушай а если исходить с точки зрения вот у меня там есть садовый участок я там высадил пора кустиков когда надо собирать как определить созрела не созрела зеленая лучше собирать надо если мы хотим делать октябрьские то надо собирать прямо зеленый то есть берешь срывая шишечку начинаешь ее разбирать смотришь там большое количество белого такого морожестой массы вот если там достаточно колес белого все в принципе можно это будет октябрьски у них это назывался октябрьский потому что октябрь частенько у них довольно теплый и они могут собирать в октябре у нас Это в нашей полосе Это примерно сентябрь месяц Начало осени Когда он очень быстро Начинает засыхать То есть он прямо на кусте начинает превращаться Из зеленого в ржаво-оранжево-рыжий Он начинает отслаиваться И вот тут нужно поймать момент Когда он совершенно не высох Потому что если он высох Из него весь этот лукулин начинает выходит Осыпаться даже при сборе И получаешь просто пустую как будто Смотри, мы собираем его Мы его должны просушить, как-то приготовить Или сразу пускаем в дело Если октябрьский, то пускаем в дело Если мы планируем варить всю зиму Мы его собираем И сейчас по-современному мы его В максимальную сухую герметичную банку И ныкаем Или можно засунуть в пакет И засунуть в морозилку В морозилку Темноту и холод Чтобы он не сох И не проходили химические процессы Какие варианты пива Ты варил разного? Что пробовал? Мы варили раук пир Копченое пиво Вместе с коллегами из 11 века И вот сейчас сделали Грюйд Эль Грюйд Эль Ну, Грюйд мы делали, разумеется, без хмеля В принципе, просто пиво Какие варианты тебе больше нравятся? Без хмеля, без хмеля? Ну, и Вариант без хмеля Надо еще тестить Надо еще тестить Надо смотреть Потому что сейчас получилось Довольно ярко выраженные полы То есть я всем наливаю Говорю, ребят Вы думайте не о полы Не думайте о грейпфруте Потому что оно реально такое Как специфика Специфика вкус Как красный апельсин Такой вот У него свой вкус А пиво Ну, пиво и пиво и есть Ну, пиво и есть